Подписи об отмене Олимпийских игр собирают жители Японии. По данным исследования, которое провело крупнейшее независимое информагентство страны, около 60% японцев за отмену. Почти 13% за проведение игр с ограниченным числом зрителя, 25% и вовсе при пустых трибунах. Тем временем Оргкомитет продолжает тестировать спортивные объекты в Токио, а сами спортсмены высказывают готовность побороться за медали таких неоднозначных игр. Олимпиада убивает бедняков. В надписи на плакатах протестующих они пришли к национальному стадиону в Токио в день его тестирования. Именно на этой арене через 9,5 недель должна пройти торжественная церемония открытия игр. Собралось у стен стадиона около 100 человек. Вокруг нас летает инфекция. Я надеялся, что вместо Олимпиады деньги будут потрачены на медицину и на помощь бедным людям, которые нуждаются в доме и еде. Еще до пандемии были те, кто не мог купить еду и стал бездомным, а пандемия только усагубила ситуацию. Действительно, Япония переживает четвертую волну коронавируса. По последней информации, в стране зафиксированы чуть более 11 тысяч смертей от COVID-19. И только около 2% населения сделали прививки. В режиме чрезвычайного положения как минимум до 31 мая остаются Осака, Токио и еще четыре префектуры. Уже сейчас 40 из почти 500 японских городов отказались принимать иностранных спортсменов перед Олимпиадой. Об отмене Олимпиады следует просить национальное правительство и правительство Токио, Оргкомитет. Но спортсмены в этой ситуации жертвы. Думаю, они подстроили бы свои планы, если бы решение об ее отмене было принято раньше. Кензи Уценамия, бывший глава Японской ассоциации адвокатов. Сегодня он автор петиции об отмене Олимпиады, которая за 9 дней смогла набрать более 350 тысяч подписей. Причем не только японцев, но и жителей более 130 других стран, включая Великобританию, Канаду, Сингапур и США. Мы прислушиваемся к общественному мнению, но не будем им руководствоваться. Все указывает на то, что Олимпиада может состояться и должна состояться. Я твердо уверен, что мы увидим огромную поддержку игр. Стометровка в исполнении олимпийского чемпиона Афин Джастина Гэтлина, титулованный спортсмен, приняла участие в том самом тестировании национального стадиона. Эти соревнования – предвестник того, как может пройти Олимпиада. Здесь беспокоятся и о здоровье жителей страны и иностранных спортсменов. Будет трудно адаптироваться, но осторожность точно нужна. Подавляющее большинство спортсменов, с которыми я говорю, хотят попасть на игры. Но понимают, что это будет не та Олимпиада, к которой они привыкли. Я думаю, что мы все здесь в одной лодке. Пока одни собирают подписи за отмену игр, другие продолжают планомерную подготовку. Скейтбординг дебютирует на играх в Токио. Проверку на неделю прошел и уникальный скейт-парк. Тестировали комплекс, 20 спортсменов остались довольны. Из-за особенностей этого вида спорта спортсмены, а также зрители обнимаются друг с другом, особенно когда есть хорошие выступления. Они становятся очень эмоциональными. Мы будем обязательно настаивать о соблюдении социальной дистанции. Япония уже потратила на проведение игр почти 15,5 миллиардов долларов. Это официальные цифры. По неофициальной информации вдвое больше. Плюс Международный Олимпийский комитет рассчитывает на доходы от телетрансляций. Уркомитет игр делает все возможное, чтобы Олимпиада прошла в безопасных для всех условиях. Тем более, что 81 год назад в Японии игры уже были отменены. Елена Горильчик, агентство теленовостей. КОНЕЦ ФИЛЬЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова